Сегодня основная задача это довести как можно больше до них информации об основных способах, методах мошенничества мобильного и как им уберечь свои деньги от данного преступления. На вашем счете замечена подозрительная активность. Кто еще не слышал эту фразу из своего мобильника? Повышение активности мошенников это вовсе не сезонное обострение, считают полицейские, но именно сейчас, когда люди готовятся вернуться к обычной жизни, аферисты звонят постоянно. Профилактический рейд полицейских с дружинниками из радиоуниверситета это не просто раздача буклетов, это базовые меры предосторожности. Гражданам, которым позвонили с такой информацией, что у них производится описание денежных средств, лучше все-таки перезвонить в банк, уточнить эту информацию именно у сотрудников банка. Сейчас в общей доступности есть номера горячей линии любого совершенно банка, который есть вообще на территории Российской Федерации. Уточнить у них, есть ли у них такие сотрудники, есть ли у них этот номер телефона. Мобильные двойки, полицейский дружинник информировали людей сразу в четырех районах города. Вежливость и добродушие их профессиональный конек. Добрый день. С полиции Октябрьского района вас беспокоят? Хотим оставить вам памятку про мобильных мошенников. Почитайте, ознакомьтесь, расскажите своим родственникам. 30 миллионов рублей. Именно на эту сумму обманули доверчивых рязанцев с начала года телефонные мошенники. Неудивительно, что в цифровой век полицейским приходится раздавать памятки по старинке, вручную. На буклете для прохожих информация о видах и способах обмана с телефонами обратной связи. В случае чего. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».